Молния – реальная угроза жизни, пусть и не такая близкая, как автомобильные аварии. Во всем мире от молнии за год погибает более 10 тысяч человек. Это на минуточку гораздо больше, чем гибнет в авиакатастрофах. Статус же кары с неба и вовсе окутывает молнию завесой таинственности и страха. Все это привело к обилию мифов, которые продолжают верить даже образованные люди. И мы решили рассмотреть и разрушить самые устойчивые и самые опасные из них. Одно из самых губительных заблуждений о молниях касается уже пострадавших от нее людей. Предание гласит, что человека, в которого ударила молния, нужно обязательно закопать в землю, чтобы вышел заряд. А до того не трогать голыми руками и металлическими предметами. Звучит как полный бред. Тем не менее, более 80% несчастных случаев с людьми заканчивались плачевно именно по этой причине. Окружающие просто боялись их тронуть. На самом же деле, человеческое тело не может удерживать электрический заряд самостоятельно. Не стоит искать спасения от разбушевавшейся стихии под деревом. Тем более под высоким. А дождя он вас может быть и спасет. А вот молния вполне может сюда ударить, как в самую высокую на местности точку. Молния бывает только при дожде. На самом деле, молния способна появиться в целых 10 километрах от того места, где сейчас идет дождь. Помните об этом. Когда в следующий раз решите пробежаться, сразу после конца ливня. Лучше будет подождать полчаса, на всякий случай. Сапоги на резиновой подошве не смогут спасти вас от удара молнией, вопреки распространенному мнению. Бытует мнение, что молния не попадает ни в реки, ни в озера. На самом деле, еще как попадает. Причем электрический удар будет распространяться не вглубь, а вширь. То есть, если вы водолаз, то можете в принципе ничего не бояться. А вот если вы пловец, то лучше будет путь от грозового фронта подальше и побыстрее. Наушники плеера делают вас мишенью. Нет, не делают. Расстояние от неба до земли настолько велико, что если уж молния и соберется поразить именно вас, то какие-то мелочи вроде отсутствия наушников в ушах, ее точно не остановят. Слушайте музыку в свое удовольствие. Вот только делайте это лучше, не там, где вот-вот разразится гроза. Мой дом, моя крепость. Ну, что-то вроде того, да. Но очень уязвимое. Водопровод, оконные дверные рамы, электроприборы вполне могут стать отличным проводником для молний. Сетевые фильтры от нее тоже не защищают. Дом, конечно, самое подходящее место, чтобы укрыться от шторма. Но расслабляться здесь слишком не стоит. По крайней мере, не ходите в душ до конца грозы. И постарайтесь лишний раз не пересекать границы дверных проемов. Распространенное заблуждение. Молния, мол, в одну воронку два раза не попадает. Еще как попадает. Тем более в предмет вроде мачты, высокий и остроконечный. Эту проблему долго решали архитекторы Empire State Building, где был установлен шпиль для парковки дирижаблей. И напоследок народная мудрость. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было. Ставим лайки, подписываемся на канал Тихон Шоу, рассказываем друзьям и всем спасибо.